Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно билет на поезд, куда неважно, я не боюсь потерять всё, начать золова, оттуда куда занесёт. Защитник. Она опять пришла в синяках и со слезами на глазах. Только на прошлой неделе синяки под глазами стали заживать. Но, видимо, он теперь не бьёт её по лицу. Привет. Не обращай внимания на мой вид. Представляешь, упала на крыльце. Ага, конечно. В третий раз за месяц. Ты не против, если сегодня я не пойду? Сходишь один? Снова? Мне, конечно, не привыкать, но мне так хотелось пойти с тобой. Мне так нравится, как ты искренне разговариваешь со мной и делишься своими переживаниями. Извини, я сегодня чувствую себя не очень. Она проводила меня, а сама отправилась в спальню. Наверняка опять лить слёзы по этому уроду. Прогуливаясь по ночным улочкам, я думал лишь об одном. Неужели она заслужила такое обращение к себе? А что, если она однажды не вернётся домой? Не улыбнётся мне при встрече? Нет, нет, нет. Даже думать об этом не хочу. Ведь без неё не будет меня. Она самое дорогое, что у меня есть. И тот, кто её обидел, значит обидел и меня. Я забрёл в парк. Именно в этом парке мы часто гуляли. Бегали с ней. Она делилась со мной секретами и шутила, весело смеясь. А теперь я не слышу её смеха. Она постоянно плачет. У меня сердце разрывается каждый раз, когда она приходит и говорит, что... Я сегодня так устала. Хочу крилечь. Может, сходишь один? Что-то нужно делать. Но что? Я совсем не понимаю. Я не хочу, чтобы она страдала. В одном из дворов раздался громкий смех. Компания явно нетрезвых парней обсуждала что-то. Сопровождая это громким гоготанием. Это было похоже на выкрики обезьян, которых я видел по телевизору. Но что-то привлекло моё внимание. Знакомый запах. Среди аромата дешёвого пойла и сигарет. Был один, который я ненавидел. Это запах его духов. Он уже почти не стоял на ногах, сжимая в руке бутылку, а в зубах сигарету. Ну ты представляешь, у меня сегодня горит праздник. Восьмое марта. Начало опять на мозги капать. Но я ей прописал, чтобы эта мразь знала своё место. Нефиг мужику дерзить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он обернулся. И смотрел на меня. Эй. Чё встал? Давай. Вали. У-у-у-у-у. Блин. Я сделал шаг назад, когда он замахнулся на меня бутылкой, но не отступил. Челюсть сжалась с такой силой, что я почувствовал, как зубы скрипнули. Я готов был прямо сейчас вцепиться ему в глотку и держать, пока он не обмякнет. Ты чё тут забыл? Чё палишь? Обшёл отсюда. Такого отношения я не потерплю. Я не она. А он даже не подозревает, что меня лучше не злить. Он кинул в меня бутылку, но не попал. В таком состоянии он явно проигрывал в меткости. Я сделал шаг вперёд и ждал от него того же. Только выйди на меня. Только выйди. Ну держись, щенок. Вот оно, мой шанс. Сейчас, либо никогда, ты заплатишь за всё, что с ней сделал. Посмотрим, кто из нас щенок. Я возвращаюсь домой. Это было трудно. Но я победил. Теперь этот подонок не обидит её. Ты вообще никого. По количеству крови, что я ему выпустил, она вряд ли ещё живой. С чувством выполненного долга, я иду к ней. Боже, что случилось? Ты... Ты опять подрался? С кем на этот раз? Сыря я не пошла с тобой. Я же тут места себе не нахожу. Всю ночь не могла заснуть. А тебя всё нет. Знаю, милая. Знаю. Но... Я защищал тебя. От того, кто тебя обижал все эти месяцы. Ведь... Я твой лучший друг. И не могу смотреть на твои страдания. Я люблю тебя всем сердцем. Может, я для тебя только часть в этом безумном мире. Но... Ты для меня и есть весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok